Сегодня воскресенье, 28 марта. Я решил совершить небольшую поездку по окрестностям Атланты. Вот заехал в небольшой город, который называется Гейнсвилл. Этот город на севере от Атланты. Вот нашел здесь интересная такая вот штука. Это, по всей видимости, музей паровозов. Вот там паровозик стоит. Ну, такая обыкновенная американская глубинка, ничего особенного, скажем прямо. Я решил по этим улицам прокатиться немножко. Такие вот нетипичные американские улицы, нетипичные какие-то конструкции, больше напоминают Европу, чем Америку. Обычно американские города, они несколько иные. Это вот такие вот кирпичные здания. Как будто бы, похоже, что эти здания были восстановлены некоторое время тому назад, а они являются как бы такими вот аутентичными зданиями. Ну, посмотрим. Прокачусь, поснимаю немножко. Понятно, это парк. Интересная конструкция. Еще какое-то старое здание. Непонятно, что это такое. То ли церковь, то ли, не знаю, другое здание. Непонятно. А он впереди, с левой стороны, как будто бы тюрьма. Вот это серое здание. Серое здание оказалось музеем, как бы это ни было странно. Да, интересный такой вот. Интересный, это я по центру города катаюсь. Немножко необычная архитектура. Я буду сейчас выезжать из двух городов, выезжать. Я покажу, какая архитектура в пригороде. Совершенно иная. Вот тот же городок, но уже другая улица. Дом с правой стороны напоминает дом типичного американского юга. Такой деревянный. Эта улица напоминает улицу типичного старого американского юга. Такие деревянные дома, окрашенные в белый цвет. С колоннами, с небольшими такими верандами, где на креслах-качалках сидели ковбои, там, или там сидели эти владельцы плантаций. А рабы в это время на них работали. Таких домов тут довольно часто встречаются в этом регионе. Их охраняют законом. И очень часто около таких домов стоят таблички, когда они были построены, сколько лет тому назад. Возможно, там жили какие-то известные люди. Или эти дома могут иметь свои имена. Такие вилла, допустим, Мария и так далее. Очень живописная улица с деревьями. Такая вот симпатичная, конечно. И домики очень оригинальные. Погода сегодня нелетная. Сегодня с утра небо затянуто тучами. Очень плохо видно. Все серое. Но, тем не менее, здесь что посмотреть. Я решил развернуться и еще раз проехаться по этой красивой улице со старинными зданиями. Теперь уже в другую сторону. С правой стороны будет очень красивое здание такой церкви. Большое. Большое здание. Немножко видно было. Вот висит вывеска, которая написана Garden on Green. Не знаю, что это такое. Возможно, это название этого здания. А, вот что еще написано здесь дальше, дальше, дальше. Ага. Это Historic Green Street. Это историческая улица. Историческая зеленая улица. Находится в национальном реестре исторических мест. Вот мы сейчас по ней поедем, по этой улице, снова прокатимся. Такие интересные, конечно, здания. Типичный американский юг девятнадцатого столетия. А вот южане катят на встречу пешком. Ну вот современная, современная Америка. Паркинг. Огромный такой многодажный паркинг. Современная Америка сочетается рядом со Старой Америкой. Все находится в одном месте. История и современность. Еще какое-то интересное здание, историческое. С правой стороны. Впереди какой-то университет. Здание университета. Называется он Бреноу University. Историк Дистрит направо. Поедем, посмотрим, что там такое. До ограничения скорости 25 миль в час. Едем, смотрим в историю в Дистрит. Ага. Впереди вижу знак кирпич. По всей видимости на машине туда нельзя ехать. Только пешком можно. Пойдем пешком. Я на небольшой площади. В районе, в эстетическом районе, в центре города. Так довольно симпатично. Даже больше похоже не на Америку, а на какую-то Европу. Очень красивое цветущее дерево. Не знаю, что это. Может быть, вишня сакура. Или другое фруктовое дерево. Но очень красиво. И дальше в глубине памятник. Кому-то великому местному человеку. Памятник солдатам конфедерации. Вот там такой мужичок с ружьем, шапки и сусами. Вот тут написано о том, о патриотах, которые конфедерацию защищали. А вот ниже написано «our confederate soldiers». На самом деле это те люди, которые сражались во время гражданской войны против Севера. Это были люди, которые за рабов, за рабовладельческий строй, за его сохранение сражались. И сейчас в Америке это считается очень немодным поддерживать флаг конфедерации и символику конфедерации. Это как бы раскалывает страну на две части. Тем не менее, тут на юге все сохранилось. И южане очень дорожат этой памяти, этой истории. Такой пейзаж вот этой площади, он больше напоминает какой-то европейский район. Совсем не американский. Вот еще взгляд на то же дерево и тот же память ему с другой стороны. Очень красиво, конечно. А вот улочка соседняя, центральная, уже такое захолустье. Это напоминает такой Нью-Йорк. Такое все странное, серое, грязное. По четырем углам площади расставлены вот такие монументы, рассказывающие о разных планетах Солнечной системы. Это вот рассказывает не про планету, а про Солнце. И вот тут вот написаны параметры Солнца, диаметр, орбитальная скорость и так далее. Я выезжаю из этого гостеприимного городка, двигаюсь обратно в сторону дома. Сейчас поснимаю на выезде пригород, чтобы было понятно, как выглядит сегодняшний современный пригород небольшого американского города. Для разнообразия, для контраста. Вот это вот тот же самый городок. Я немножко отъехал от центра. Тут уже больше так похоже на какой-то современный небольшой американский город. Небольшие, небольшие такие вот здания. Но пока мы еще в городе. Дальше будем выезжать, поснимаю. Будет тоже интересно. Такая тишина, воскресенье. Город просто пустой. Вымершене людей, ни машин, никого не видно. Вот такая солянка, непонятно что это. Домики маленькие пошли уже. Тут мне направо нужно повернуть. Меня дорога вывела на автостраду, поэтому я не успел поснимать. Совершенно не успел поснимать переграду. Ну, поснимаю в другой раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!